привет то снова я со своим ревью по поводу аудио q7 v12 today как и обещал с некоторой правда задержкой эту ревью насчет системы ммай 3g плюс эта система чуть поновее чем та которая была вместе с этой машиной машина десятого года эта система вышла чуть позже и вот мне один мастер и и установил экран остался тем же что и был поменялась клавиатура здесь расположение кнопок немножко другое здесь раньше был карты стал и меню теперь кар перешло сюда появилась кнопка тон для регулировки клавиатуры по моему так я уж там честно говоря не помню как там эти все кнопки были раньше в общем немножко именно расположение кнопок по функциям их поменял так все принципе то же самое это крутилка джойстик все на месте кнопка back вперед назад все на месте дальше поводу портов так и осталось здесь sd карточка номер 1 sd карточка номер 2 sim карточка плюс в том что теперь sim карточка значит который меня здесь машине только для данных то есть это просто для того чтобы система и мы мая 3g плюс могла связываться с интернетом вот звонки на выбор можно стручать конечно через эту карточку или через телефон то есть и так и так это меняется через зеленое меню там включается одна опция нам там что-то там она и тогда позволяет систему выбирать либо мобильный телефон либо эту карточку для того чтобы делать звонки я люблю делать звонки через свой мобильный телефон из-за номера и всего прочего то есть это сейчас карточка внутри используется только для данных для передачи данных потому что 3g плюс на самом деле умеет работать с интернетом она получает данные например для google earth который в ней установлен а также на небольшие новости но это чуть позже значит что здесь мы видим на экране это базовый экран машина карп хендбук как раньше здесь это подвески регулировка опции подвески все то же самое 5 динамика авто комфорта провод и лифт здесь в углу с этой стороны видим у нас связь по 3g но сейчас нахожусь под землю подземном гараже по мне очень большая здесь связь моего телефона показано вот звук bluetooth вернее на через и не через bluetooth т.п. там этот трафик сообщения в общем здесь немного изменено поменялось само меню то есть по моему она немножко веселее стала как вырезать вот машина нарисована и так далее если идем в системы опять же здесь графическое меню появилась и здесь показано еще для идиотов какую часть машины ты регулируешь меняется картинка так из регулировок кое-что изменилось тоже если например раньше можно было каждой отдельную дверь включать включать при открытии допустим машины с пульта какие двери открываются и не открываются можно было выбрать в этой машине каждую дверь конкретно пусть открыть водительскую заднюю допустим правую сейчас такого нет сейчас это выбирается гораздо проще там например либо только водительская либо все двери сразу но и так далее то есть есть некоторые изменения появились изменения также в системе регулировки bang and olufson появилась опция movie который раньше не было но пропала опция фокусировки звука на водителя но я думаю что movie как бы она немножко получше в плане звучания из-за того что фокусировка чисто на водителя достаточно редко использовал принципе ну и в общем такие вот а так принципе bass treble остались как и раньше изменение баланса поменялось теперь вы управляете вот такой вот прицелом таким куда там звук можете навести его конкретно фокусировать и так далее ну в общем изменилась немножко вот это меню тоже по сравнению с обыкновенными числовыми значениями в предыдущей версии вот ну и мама и меню другое тут очень очень много таких вот всяких так скажем изменений вот но самое главное пройдемся по основным пунктам в принципе почему вот 3g плюс круче да то есть такие пункты не мелочи я скажем большие вещи появилась значит информационным в информационном меню audi connect появился через audi connect заходим в audi connect и там можно выбирать некоторую информацию такую как информация погоде например который скачивается из интернета вот скажем так погодов в ближайшей близости до температура там 9 градусов 6 километров в час так далее все показывает ну и там еще какие-то мелочи там такие как нам новости какие-то там цены здесь не работают информация работает можно выбрать посмотреть какие-то достопримечательности какие-нибудь поблизости есть если вдруг там пришло жуткое желание их посетить ну и так далее тому подобное в общем ну то есть тут еще сколько там этих пунктов есть онлайн news и всякие так далее то есть вот как эта система работает с онлайн потом навигация изменилась навигации появилась появилась возможность использовать google earth вот из-за этого навигация стала немного более точной ну и соответственно можно так сказать видеть этот такой вью вид со спутника скажем так ну и конечно там этих опций гораздо больше если войти внутрь тут можно выбирать еще тип этой позиции там 3d и так далее все прочее и тому подобное позиция 3d мои любимые можно google earth конечно выключить включить стандартную навигацию что за трафик даже не знал что такое есть что за трафик в общем че то тут еще ну короче говоря кое-что улучшилось навигация с этим включим обратно google earth ну и вот такими вот делами значит появилось улучшение потом дальше че тут у нас есть дауди коннект проходили да телефон в отличие от предыдущей версии у него bluetooth теперь понимает не только не только хенд сет как было раньше то есть для разговоров по телефону но хит сетсори хит сет но заодно еще и аудиоплеер то есть можно играть напрямую с мобильного телефона звук в систему машины что очень удобно качество хорошее у меня iphone 6s с него играет достаточно хорошо то есть проблем с качеством пока что если качество импатришки проблем с качеством не было замечено вообще дальше ну я конечно там не обладаю там офигенным слухом возможно это супер меломан найдет к чему зацепиться для меня вполне нормально дальше мультимедиа самой медиа у нас есть возможность играть видеоклипы не только музыку но еще и видеоклипы и фильмы с самой карточки скажем вот этой вот там 32 гигабайта не знаю как насчет джуки бокса я не пробовал еще но в принципе там тоже есть такая какая-то там видео опция то есть можно в саму машину я так понимаю какое-то количество этого видео записать на машине емкость по-моему 20 гигабайт для медиа то есть не так уж и много вот еще можно подрубить конечно внешний хард диск здесь у меня через кабель который можно купить в audi 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 dillera usb кабель подключен внешний хард диск на 500 гигабайт отформатированный извиняюсь отформатированный фат 32 вот и с него он играет видео аудио клипы аудио просто чё угодно ходите по директория выбираете что надо там интересного включить хорошее качество вот время и стекло хорошем качестве у нас это играет напрямую с хард диска выдается на секрет вот ну и звук соответственно в систему все прекрасно ну так же и фильмы если что все это видео ну и лучшая запаковка получается в h264 музыку я для видео перепаковываю в 160 кило бипи кило bps а цель формат стерео просто стерео а видео h264 профиль по моему basic но самый слабенький уровень по моему 3.0 что такое ну вот перепаковывается хендбрейком такая хендбрейк программа на писи и на маке работает на маке точно работает у меня мак поэтому пользуюсь хендбрейком перепаковывается все прекрасно в принципе с ютуба если 480p скачивать она сразу показывает если есть какой-нибудь сайт там через который с youtube можно скачать 480p можно сразу пихать на хард и будет показывать насчет видеоклипов проблем как бы нет ну если хочется количество получше то закачаете ходе этом 720p перепаковывать а да по ширине максимум 720 пикселей в перепаковке должно быть по высоте точно не знаю я пакую 720 на 400 по моему 6 что-то такое или на 404 на 404 может но в общем 720 и поделить там умножить на 9 перед на 16 получите по вертикали вот это то что я пакую у меня все показывает прекрасно потом дальше что-то еще появилась у нас мультимеди и сорсах появилась юки бог был из-за карта dvd и так далее чейнджер все осталось это мой май 35 это хард диск до появился телефон то есть когда звук выводится с телефона через бутуф тогда в этом май 35 использует вы извиняюсь используется этот вот bluetooth ауди коннект это ауди коннект для него есть аппликуха сейчас у меня просто не запущена до появился в этом блоке появилась возможность вай фай выдавать из этого блока напрямую во всю машину устройство который в машине могут брать из него интернет если запущена на телефоне ауди коннект как то она так называется программа то тогда вот здесь вот в этой опции появляется еще телефон через него доступны станции интернет эти радиостанции через интернет а также вся музыка которая на телефоне есть то есть он ходит там по айфону видит там его плейлисты всякие там эти сортировку по артистам по песням там что-то там альбом и так далее все это идет через эту опцию все работает просто у меня сейчас во первых телефон вай-фай не подключен машину во вторых у меня сейчас не запущен этому май коннект там этот мою коннект еще позволяет найти свою машину где-то и запарковал там но еще какие-то там опции есть всякие там нужные и ненужные появился тв тюнер работающий наконец тв тюнер было раньше но местное наше телевидение она выхажет 264 какой-то стандарте транслируется который этот старый тюнер не видел тюнер пришлось поменять вместе с этим блоком для того чтобы показывала еще и телевидение вот здесь наверно под землей не показывает да слабенький прием под землей но вот еще показывать посильнее трансляция заедает ну это просто слабый прием так принципе нормально все показывает все телевизионные каналы берет вот ну самое главное для меня самое веселье вот это то что теперь музыку не можно не просто слушать но еще и смотреть клипа да мне оставили это секретное аудио меню зеленая через который можно сделать так чтобы все показывала там еще там эта система работает движение тоже на это тоже как бы сделано уже не стандартно даже при движении от телевизор бы не отрубался ну так вот так что в принципе я не знаю если есть возможность у вас поменять то я бы рекомендовал очень сильно потому что по сравнению со старой системой my 3g и 3g плюс имеет достаточно много позитива особенно вот насчет мультимедиа связано с мультимедией вот что тут у нас еще ну не шучу да в хорошем качестве ну качество воспроизведения на экране ну конечно это не плазмный телевизор там 60 дюймов ну в принципе так вот посидеть в машине посмотреть хватает вполне пока там если нечего делать ждешь кого-то или что нибудь такое звук конечно банга но лупс он прекрасен вот такие дела не знаю что тут еще добавить наверно особо больше и нечего так что вот если есть возможность поставить эту систему себе в машину экран менять не надо мне обошлось по-моему 950 евро что такое перекинуть это все у вас зависимости от мастера и всего прочего может быть дешевле или дороже труднее всего было для в 12 тди найти вот эти кнопки в правильном алюминиевом таком исполнении из-за них еще в принципе цена такая высокая потому что с этими кнопками была настоящая проблема найти их именно вот не черными а вот такими алюминиевыми ну вот так такие новости спасибо за внимание и если будет еще какие-то там у меня что-нибудь интересненького расскажу счастливо